Вторая часть семинара Свобода от религиозного культизма 24 июля Аллилуйя Слава Иисусу Христу Слава навеки Богу Святому Дорогие друзья Приветствую всех Благоставляю во имя Господне Во имя Иисуса Христа И ни в ком другом нет спасения Ибо нет другого имени под небом Данного нам людям, которым надлежало бы нам Спастись, которым спасены Которым спасаемся Слава Господу И продолжаю семинар Свобода от религиозного культизма Вторая часть семинара Трансляцию делаю на Ютубе И также Сегодня первый раз Попробовал на Фейсбук Вот такую Обширную трансляцию сделать Двое, человек подключился Слава Богу Приветствую всех, кто на Фейсбуке сейчас Подключился к трансляции Приветствую всех, кто на Ютубе сейчас В эфире Ну и всех, кто потом в записи будет все это смотреть Слава Богу Сегодня Да, я выключу дуйку Потому что Отвлекает И шум создает такой дополнительный Вот Сестра Вера написала, что значит Знанием, памятью Ну да, и знание, память это все от Господа Значит, ему вся слава и хвала И в этом семинаре Я прошу Бога сейчас о том, чтобы Сверхъестественным своим образом Это сверхъестественно Действительно сверхъестественно Он Духом Святым коснулся каждого человека И кто онлайн подключается И те, кто потом записи будут смотреть Духом Святым, чтобы прикоснулся к каждой душе И чтобы была совершенная свобода От всякого мракобесия От всякого религиозного оккультизма Ханжества От всякого сектанства Во имя Иисуса Христа И я, как православный реформатор Я, конечно, у кого чего болит Как говорится Тот про то и говорит Тот о том и молится Я в первую очередь, конечно, молюсь за православных Но молюсь Я не отделяю православие от вселенской Церкви Господней Православные ветви На таком многоветвистом древе христианства На мой взгляд, сегодня, однако же, нуждаются В реформации, как никто другой вообще Потому что действительно Большинство канонических И таких неканонических церквей православных Находятся в очень печальном состоянии духовном Очень плачевном, скажу так точнее Состояние духовном Как говорил один из епископов современных Юрий Сипко Очень Один из таких лидеров Христианского Ну, как бы, для меня это так Христианского русскоязычного мира Сегодня И он сказал по поводу православия в целом Очень хорошо Он сам баптист И очень мудрый баптист такой Знаете ли, я люблю очень мудрых людей И мудрых мудростью Христовой Я проповедую в баптистских церквях В харизматических, пейсятнических, адвентийских Методических, лютеранских, православных, католических Неважно каких Атеистам Если атеистическое собрание меня приглашает Я прихожу и в атеистические собрания Без разницы Для меня, на самом деле Самое главное Это любовь к Богу И любовь к окружающим Вот И являть Христа всем Светить всегда Светить везде Да Вот лозунг мой И солнце Вот И действительно Как христианин Я молюсь Сегодня о том Что вот эта свобода От религиозного оккультизма Пришла в судьбу миллионов и миллионов людей Потому что На сегодняшний день Я вот вынужден констатировать Я думаю многие из вас согласятся с этим утверждением Что Большая часть христиан На планете Так или иначе Инфицирована Многобожиим Идолопоклонством Разного рода Религиозным оккультизмом Есть светский оккультизм Есть религиозный оккультизм Хотя здесь разница такая Непринципиальная Знаете ли Хрен и редьки не слаще Это в принципе одно и то же Поганое блюдо Только подающееся под разным соусом С разными приправами Религиозными Или светскими А в принципе Я говорю Хрен и редьки не слаще Это все Одного поля ягода И все это Общение с бесами И оно до добра не доводит Кстати вот недавно Я проводил семинар Семинар Посвященный Вот 17 июля Посвященный Столетию Трагедии Царской семьи Последней царской семьи Романовых Царственной Которую расстреляли В Екатеринбурге В 1918 году Получается да Ровно 100 лет назад Вот в эти дни как раз Отмечалось Вот этот такой Печальный юбилей И я проводил семинар Кто смотрел Те знают о чем я говорю сейчас Кто не смотрел Записи все сохранились На ютубе Пожалуйста можете посмотреть Не поленитесь Посмотрите Я думаю не пожалеете Так вот И я делился также тем Что Трагедии Дома Романовых И непосредственно Последней царской Этой императорской семьи Всероссийской Этой императорской семьи Была именно В религиозном Оккультизме Сама трагедия Большей частью Именно в Антисемитизме Антиевангелизме И в религиозном Оккультизме И не только в религиозном Вообще в оккультизме Как таковом В спиритизме И в оккультизме Вот И я знаю о чем говорю Потому что я сам был Зависимым Религиозным Оккультизмом Я сам был зависимым И имел общение с бесами В моей прежней христианской жизни К сожалению Этого было пруд пруди И в тихом омуте Моего христианства Вводилось Очень много всего Нечистивого К сожалению Я об этом много свидетельствую Уже больше 20 лет Я об этом рассказываю С разных кафедр Трибун В разных собраниях Я об этом свидетельствую Есть Здесь же на Это фейсбук Здесь у меня Ютуб Так вот На ютубе есть У меня Свидетельство Мой путь К живому богу Я об этом рассказываю Там Это в Сакраменто В одной из церквей По-моему Песятнических Или Баптистских Я сейчас Одной из Ивановских церквей Я там много был В разных церквях У моего друга Старого Александра Шевченко У других был Служитель Или там в гостях И тогда мы Это снимали Как раз Первые самые Часы Работы были Над Многосерийным Фильмом Богоискания Славянских народов Вот И в общем-то Я как раз Был первым Там Вот В студии Угол У Алекса Шевченко Вот Который как раз Об этом материал Весь И выдавал Будем договорить И на основании Вот того Что я выдавал Родились Вот эти серии Богоискания Славянских народов Потом Александр Приглашал Разных других Служителей Христианских Разных конфессий Но Вот мне Посчастливилось Быть Первопроходцем Там Что касается Съемок Этих Вот Но Значит Я тоже Свидетельствую О том Что В моем Христианстве Прежнем А непосредственно С 88 Года В конце 87 Начало 88 Годов Я стал Православным Церковнослужителем Уже Как мы говорим Сейчас На полном Служении На полное время Чтецом Иподиаконом Потом Диаконом С 91 Года Служил Священником До 96 Года Я был Священником Канонической Русской Православной Церкви Московского Патриархата Служил И был Настоятелем Храмов В Рязанской И в Брянской Областях Как чтец Как иподиакон Как дякон Я послужил В Орловской И в Московской Областях Как иерей Как священник Я послужил В Рязанской И в Брянской Областях То есть это Центральная Европейская Россия Все Вот И Уже В 96 Году Я вышел По идейным Соображениям Вышел Из Традиционной Православной Канонической Церкви По идейным Соображениям Каким Божье Слово Вернулось В мою Жизнь Я об этом Свидетельствую Везде Как написано В Евангелии От Иоанна 8.32 Я сейчас Цитирую Евангелие От Иоанна 8.32 И познаете Истину И истинность Делает вас Свободными Аминь Свободными Истинность Делает вас Свободными Так вот Дамы и господа Братья и сестры Именно через Познание истины Когда мы Учениками Христа Являемся Познаем эту истину И кого Сын освободит Иисус Христос Тот будет По-настоящему Свободным человеком И Спустя Два тысячелетия Эта истина Актуальна По-прежнему И сегодня В наш век Когда Как говорится Космические корабли Бороздят просторы Вселенной По-прежнему Ни в ком Другом Нет спасения Ибо нет Другого имени Под небом Данного нам Людям Которым Надлежало бы Нам спастись Которым мы Спасены Которым Спасаемся Слава Иисусу Христу На веки Слава Богу Святому Аминь Так вот Дамы и господа Братья и сестры Возлюбленные Дети Божьи Делюсь Чем я В первой части Я рассказал О той страшной трагедии Которая разыгралась В далеком От нас Уже 451 году От Рождества Христова Как мы говорим Гражданского Нашего лета Исчисления Сейчас на дворе У нас Какой 2018 год Тогда был 451 год Но вот Именно в это число 24 июля 451 года Это были Летние заседания Халкидонского собора Так называемого Четвертого Вселенского собора Так вот И если первых два Вселенских собора 325 года И 381 годов Они При некоторых Уже К сожалению Неточностях Отступлениях При Их Цезарепапизме И многих Других проблемах Но вероучительно Первых два Вселенских собора Которые были В четвертом столетии Они Сохраняли Больше Или меньше Опять таки Но Христоцентричность Свою Они сохраняли Слава тебе Господи Они сохраняли Библейское Учение Вот знаменитый Нике Цареградский Символ Веры Выражает Все это Вот И в общем-то На первом и втором Вселенским Соборах В четвертом Столетии Бывших Уже при Свободной церкви Будем так говорить Легальном Христианстве Не как было Раньше До До Константина Великого В основном Были Гонения Первых 300 лет Так вот Но не только Первых 300 лет Но и вот На протяжении Всего Четвертого Столетия Никому Даже в голову Не приходило Молиться Кому-то еще Помимо Господа Бога И если бы Вы предложили Допустим Те же самые Мощи Останки Какие-то Человеческие Или молиться За упокой Или Целовать Иконы Делать Изображения И целовать И поклоняться Перед ними То знаете На вас Посмотрели бы Однозначно Как на Злостного Язычника Далекого От христианства Как небо От земли Далекого Но Друзья Уже в конце Четвертого Столетия Начало Пятого Столетия К сожалению Многие Пагубные Ереси Они стали Проникать В тело Христова Метастазы Греха И Это было Фактически Началом Такой Экспансии Началом Знаете Ли Вот когда Враг Просто Бросал Множество Этих Семян Своих Сорняков На огород Царства Божьего Вот И Как вот Или в другой Притче Христа Говорится О Царстве Небесном О Церкви Божьей Говорится Очень страшно Что женщина Взяла Закваску И бросила В три меры Муки Пока не Вскисло Все В другой Притче Говорится Что с горчичное Зерно Казалось бы С небольшого Ручейка Рождается Рождается Река С небольшого Зерна Такого Зернышка Мельчайшего Огромное Дерево Вырастает И птицы Небесные Гнездятся Согласно Еврейской Системе Толкования Объяснений Притч Христа Здесь идет Речь О большой Проблеме Дерево Выросло Огромное И там Птицы Небесные Гнездятся И то При всем Уважении К миру Пернатых Но В библейской Системе Толкований В еврейской Системе Толкований А Иисус Как еврей Он именно так И еврейским Своим Слушателям Все и доносил Имеется ввиду Что всякая Отвратительная Птица Всякому Нечистому Духу Дает Пристанище Царство Божье Иисус Говорил Что Небот Евангелия Не только Хорошую Рыбку Вынесет Достанет Но и Много Плохого Здравствуйте Андрея Пишет Как Мартин Лютер Произвел Реформацию Вообще Это Бог Произвел Реформацию Мартин Лютер Был лишь Одним Из Инструментов Этого Действия Деяния Деяния Духа Святаго Поэтому Реформация Это деяние Хоть сейчас В наш век Хоть в 16 Столетие Вся слава Нашему Господу Реформация Это дело Христово Дело Божье Это деяние Духа Святаго Как допустим И сегодня Мы проповедуем Слово Божье Больных исцеляем Слово Божье Несем Но Это Бог Через нас Совершает То же самое Как Он сделал По-человечески Он ничего не смог бы сделать Но По милости Господней Бог произвел Через него Реформацию Я в первой части Немного говорил Что была Многовековая До Лютера Многовековая Эпоха Великой Деформации Деградации Мирового христианства Но По милости Господней Слава Тебе Господи Боже Пять столетий назад Уже больше чем В этом году Мы отмечаем уже Пятисот первую годовщину Со дня начала эпохи Великой Реформации То есть По-русски Сказать Восстановление Возрождение Покаяние Исправление Работа над ошибками Реформация Это не выдумывание Чего-то нового Это возвращение Хорошо забытому Старому К основанию Экклезия Сэмпор Реформанда Церковь Непрестанно Реформируется Было на устах Древних Отцов Церкви Киприан Карфагенский Архиепископ Карфагена И лидер Североафриканского Христианства Иоанн Златоуст И прочие Светители Каппадокийцы Утверждали Экклезия Сэмпор Реформанда Церковь Непрестанно Реформируется Ведь если Не реформируется То Деформируется А более подробно Об эпохе Великой Реформации 16-го столетия И о личности Самого Лютера Я рассказываю В семинарах Иных Именно Семинарах По истории Христианской Церкви Не поленитесь Посмотрите Семинары Здесь же На этом канале Ютуба Они есть Вот И возвращаясь В тему Свобода от Религиозного культизма Кстати Лютер И Кальвин И Цвингли И Аннабаптисты И многие другие Течения Христианства Тогдашнего Возрождающие Первоапостольское Христианство Возрождающие Истинные Учения Христианства Стремящиеся К этому Возрождению Большей частью Первое Поколение Будем так Говорить Реформации Дела их Были несовершенны Но они стремились К этому Совершенству Слава Богу Они реформировали То что они могли Реформировать Слава Богу Так вот Но при всем Уважении К их светлой памяти Большинство из них Подавляющее Большинство В том числе И Мартин Лютер До конца Пуповину Оккультизма Значит Религиозного Так и не перерезали К сожалению Но По милости Господне Бог это совершает И совершал Через Многих других Уже Отцов Церкви Слава Богу Вот Что касается Восточного Крыла Христианства Будем так говорить Восточной Фракции Христианства Или можно сказать Восточных Ветвей Древа Христианской Церкви Православия Вот Которую я имею честь Представлять сейчас Как архиепископ Неканонической Православной Церкви Реформаторской Православной Церкви Христа Спасителя Так вот У нас Православие Все гораздо Позднее Происходило В частности Через 100 лет После Лютера У нас Был свой Лютер Православный Лютер И Кальвин Это был Значит Патриарх Кирилл Патриарх Кирилл Лукарис Слава Богу Опять Спрашивает Андрюша Класс Как вы Относитесь К баптистским Церквям В первой части Об этом Говорил Очень положительно Очень люблю Баптистов И Проповедую Часто в баптистских Церквях Проповедую Харизматических Церквях Баптистских Адвентистских Лютеранских Кальвинистских Православных Католических Всех Канонических Неканонических Разных Вот И хотя у всех Свои тараканы Есть Но И у Баптистских Церквей Тоже свои Есть проблемы Но Проблема Проблема Рознь Я считаю Что самое Проблематичное На сегодняшний День Если брать Из ветвей Всех Христианства В таком Многоветвистом Древия Христианства То самое Проблематичное Именно наше Течение Именно православие Но Бог О больном Наибольшее Имеет попечение Кто может Противостать Богу Если он Кому повелит Тот и будет Говорить Если бы Не Бог Никто бы не смог Реформировать Это сто процентов Да И слава И слава Богу Что Господь Находит Свои сосуды И действует Через нас С вами Через обычных Людей Слава Господу Вот И О себе Свидетельствую Сегодня в этой части Следующее Что В моем Христианстве Я имел Общение с бесами И Был Религиозно Оккультно Обремененным С 91 Года Особенно Став священником В 91 Году И до того Были проблемы Уже Религиозного Плана Так Здравствуйте Иосиф Пишет О Иосиф Сталин Конечно Вы имя себе Взяли Конечно Очень такое Как бы Страшное Конечно Страшное Пусть Бог Вас помилует Вот Никогда не берите Такие имена Как Там Адольф Гитлер Или Иосиф Сталин Или какие-то еще Там Или Чикатило Или кто-то еще Потому что Брать На себя Имена Извергов Тиранов Убийц Это Очень И очень Печально А по поводу Атеистов Ну что Я сам вырос В атеистической Среде Я вырос В СССР Моя семья Атеистическая Семья Я вырос Среди атеистов Как мне Относиться Я люблю Атеистов Очень люблю И как еще Ганс Христиан Андерсон Многие Многие Атеисты Не понимают Насколько Они близки К Богу В отличие Даже от многих Христиан Людей Называющих Себя Христианами Верующими Так что Я На своей Шкуре Испытал Скажу так И в своей жизни В своем служении Христианском Я много раз Видел Много чудес По молитвам Атеистов Ну как В Украине Говорят Я Тривога Так До Бога Или Как Евтушенко Писал Помните В окопах Атеистов Нет Баптизм И протестантизм Это одно и то же Просто я хожу В церковь Иван Весен Христиан Баптистов Но Баптизм Это одно из Течений Протестантского Крыла Будем так говорить Самое главное Как бы мы ни назывались Православные Баптисты Значит Самое главное Чтобы мы были Христианами Вот в той песне Поется Помните Когда Слышали Наверное Ту песню Дал нам новое Имя Назовут Христиане Он нас Делал Родными Он нас Делал Друзья Дал нам Новое Имя Назовут Христиане Аллилуйя Самое главное Потому что Баптизм Не спасает Православие Не спасает Ни одна религия На земле Не может спасти Человека Я это Лично по себе Знаю У меня большая Мусульманская Родня Мой папа Еврей Мама Мусульман Кататарка Я Вырос В атеистической Среде Потому что Мои родители Они были Яростными Атеистами И я вырос В атеистической Среде Хотя культурно Для меня Еврейская культура И Мусульманская Культура Особенно мусульманская Большая моя Родня Большая моя часть Родни Мусульманская Мне очень близка Но я скажу так Что на самом деле Ни иудаизм Ни христианство Ни ислам Никакая другая религия Ни баптизм Ни православие Не может спасти человека Ответить на самые Сокровенные позывы Души человеческой Только лишь Бог Всемогущий Может действительно спасти Только лишь Бог И это проверено Знаете ли Как Амар Хаям писал Что есть ислам Говорит Любовь к тебе Я выбрал Божия Все прочее Ничтожный хлам А древние еврейские мудрецы Когда спрашивали их Еще перед пришествием Машиаха Еще до Рождества Христа Спрашивали Какой есть стих Из писания Ключевой Который как бы Раскрыл Раскрыл бы Всю Тору Все писания Божьи Божественные Боговдохновенные И знаете ли Самое интересное В книге Песни песней Шир Гаширим Нашли этот стих Мудрецы Древние Буквально Оригинально Звучит так Они То есть я Данно еврейское Они Ле доди Ве доди Ли И буквально Я принадлежу Моему возлюбленному Так перевели Синодальные переводчики А возлюбленный Мой Мне И вот это Ле доди Ве доди Буквально Что я в нем А он во мне И это потрясающе Мы одно целое Иисус сказал Я и Отец одно Вот это есть Богосыновство Вот это Спасительная вера Сам Иисус Христос Принес Не просто новую религию А Богосыновство Александр пишет Назаренко Павлов Аполлосов Христов Только Христов Аминь Я есть путь Истинной жизни Я есть дверь Кто может Кто Войдет в нее И выйдет К Богу К Богу Отцу Аминь Аминь Александр Спасибо огромное За ваше Любящее сердце И за ваше Действительно Вот это послание Любви Для всех Слушателей Слава Господу Я семинары провожу Такие публично Открытые И сам Асих Все еще Все еще ответ Аминь Аминь Юрий Геннадьевич Прикотенко Это на фейсбуке уже Я вижу Сообщение Прислали мне Слава Богу Спасибо огромное Спасибо всем Кто на фейсбуке смотрит Кто на ютубе сейчас смотрит Ну и кто потом В записи будет смотреть Все это Вот Я хочу поделиться Все таки своим свидетельством Я думаю что Такие семинары Надо продолжать Потому что Когда имеешь Общение Вот такое Онлайн Конечно приходит Много вопросов Не на все Получается отвечать Сразу Но сейчас Я вижу Как бы в режиме Реального времени Я имею возможность Так отвечать Дима Пишет Беляков Мир вам Отче Что необходимо Сделать Для возрождения Церкви Христовой Спасибо огромное Брат дорогой Очень Брат Дима Очень хороший вопрос Такой По существу Почему я и хочу Свидетельствовать Собственно Потому что Что Бог сделал В моей жизни Я теперь Делюсь этим опытом Я знаю Что Бог Совершает В церкви своей Кстати Дима Если вы В Киеве То приходите На служение Ну и Александр Назаренко И все кто Слушает Сейчас меня В субботу Я буду проповедовать Здесь на эту тему И в воскресенье У нас Как раз Буду эту тему Продолжать Но Можете Посмотреть На ютубе Если что Ну вообще В сети Тезисы Реформации Есть тезисы Реформации Лютера Есть тезисы Реформации Ну вашего покорного слуги Нашей церкви Реформаторской Православной церкви Христа Спасителя У нас 100 тезисов И Вкратце Вот в этой части Хочу как раз Давайте я в этой части Как раз ее расскажу Во-первых Свобода от Всякого религиозного Культизма От всякого мракобесия От всякого религиозного Культизма Ханжества И сектанства Знаете ли Сектанство Я имею ввиду Потому что Многие слова Секта Как бы Сегодня разное значение Этого слова имеют Но сектанство В смысле В чем грех сектанства У нас У христиан Когда Только лишь Своё Считаешь правильным Своё мнение Своё учение Свою церковь Свою конфессию Деноминацию Только лишь правильным Я Я переболел этим Я был Таким сектантом До 96 Года Я был сектантом Русской Православной церкви Московского Патриархата Почему Я был сектантом Именно этой Канонической церкви Потому что я считал Что только лишь у нас Благодать Духа Святого Только лишь у нас Спасение Только лишь у нас В православии Возможно спасение И непосредственно Вот именно Московский Патриархат И вообще Каноническое Православие Я имел ввиду Не каноническое Я даже не рассматривал Православие Вот тем более Там второканоническое Какой-то еще Андрюша Помогите Пожалуйста С Библии Закономерность Вот были Адам и Ева У них три сына Одного убили Их осталось четверо Один злой Попал в ад Как положился Род человеческий Не ну вы Конечно Такие вопросы Обратитесь К вашему служителю Все таки Поговорите у себя В церкви На эту тему Вот А вообще Я верю Что у Адама и Ева Было много детей Не только там Три сына И два сына Каин и Авель Два сына Описываются Но на самом-то деле Я думаю Ева была Здоровая Крепкая Красивая женщина Которая рожала Рожала И рожала Рожала много И двойни И тройни И пятерни И шестерни Если современные женщины После тысячелетий Отступничества Могут Некоторые рожать Много детей То вы что думаете Наша пра-пра-пра-пра Прамама Была слабой женщиной А вы что думаете Наш пра-пра-пра-пра Много раз пра-отец Был слабым мужиком Зря вы так думаете Тогда Андрюша На самом деле Было много детей Рожали 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 Потому что это Заповедь Божья была Самая первая Рожайте И наполняйте землю Я минчанин Дима пишет Увы Но в Минске Даст Бог Я побываю вскоре Молюсь давно уже О поездке в Минск Люблю Белоруссию Белорусский народ Очень люблю Потому что В моей жизни Очень много Связано с Белоруссией И мой Кстати Последний приход В традиционной русской Православной церкви Был как раз На границе с Белоруссией Брянская область Сураж Это рядом Костяковичский район Могилевской области Я часто бывал В Могилеве Часто бывал Там В Гомеле Ваши семинары Как раз приводят К обновлению Возрождения церкви Слава Богу Спасибо Послушать Как сказано в Евангелии Пойди и посмотри Аминь К Диме снова обращаюсь Надеюсь Будет прям отрасляться Время Ну сейчас есть Прямая отрасляться Время меняется И то что ныне происходит Например в России Это страшно И многие даже Деятели церкви Это видят Я отвечу Андрею Читай внимательно Аминь Аминь Правильно Правильно Дима Спасибо И множество детей И сыновей Что помогали им Аминь На самом деле Пусть Бог благоставит Всех нас Время идет Слушайте Время идет Время течет Так вот Братья и сестры Дорогие друзья Свобода от Религиозного культизма И вот собственно И на вопрос Освобождение От чего освобождение Всякого рода Религиозный культизм Я в первой части Упомянул Наверное Самую извращенную Форму Религиозного культизма Метастазы Которые Распространились По всему телу Христа И которые На сегодняшний день Касаются Ну Даже по самым Скромным подсчетам По самым Скромным подсчетам Две третих Всего мирового Христианства Будем так говорить Всех людей Точнее Называющих себя Христианами Однозначно Две третих Точно касается Эта проблема А косвенно Это касается Всех фактически Да Ольга Асотова Пишет Приветствие И благодарение За труд Благодати Вашему служению Аллилуйя Спасибо Сестра дорогая Благоставляю вас Также Во имя Иисуса Христа Так вот И я упомянул В первой части Проблему Религиозного культизма Непосредственно Почитание мощей Почитание Останков Умерших людей Это огромная проблема Это религиозный Оккультизм Высшего полета Или самого Точнее Низшего Наинизшего То есть прямое Общение с бесами Апостол Павел Предупреждал верующих Коринфских Что я не хочу Чтобы вы были В общении с бесами Но к сожалению Знаете ли Эти пожелания Они Оказались Для многих Неактуальными Ну как бы так Многие верующие Бросили это за хребет Значит И Сегодня Скажу так Общение с бесами Для большинства Христиан Чем более актуально Чем общение с Богом Общение с Духом Святым Чтение Слова Божьего К сожалению И Взять даже допустим Вот В России Дима упомянул События в России Я большей частью Тружусь в России Но и здесь у себя В церкви бываю Безусловно Каждый раз Проповедую здесь у себя В Киевской архипископии И конечно тоже Я констатирую факт Такого безобразия Представьте Приводят какие-то мощи Конечно же Снизис играет огромную роль Там реклама Там в это вкладываются Миллионы-миллионы Сегодня Бюджетных денег Значит В эту пиар-компанию Мракобесие в массы Религию В самых извращенных формах Ее в массы Значит Общение с бесами В массы Через СМИ Это очень сильно Распространяется Значит И реклама создается Потрясающе Там Матронушка Там Иванушка Там мощи такие-то Там перст такой-то Там позвоночник такой-то Там ребра такие-то Там черепа такие-то И люди Люди настолько промывают мозги Зомбируют на самом деле людей Что сотни тысяч людей Приходят на поклонение Сотни тысяч людей В наш век Когда космические корабли Борозя просторы Вселенной Слушайте Люди с высшим образованием И порой не с одним высшим образованием Идут И целуют черепа Кости Мерзость Ужас Даже честно говоря Еще лет 30 назад В это было трудно поверить Что такое время настанет Но К сожалению Мракобесие распространяется Дима пишет И будут они совершать чудеса Чтобы пролестить избранных Да Вспоминается 12 рук Иоанна Крестителя Совершенно верно Множество вот этих Лже-чудес Будем так говорить Лже-чудеса От чудес Истинных Различаются Ну во-первых Потому что Истинные чудеса Божьи Они славят Бога Проставляют Создателя А лже-чудеса Проставляют что угодно Кого угодно Но только не Создателя Не только не Бога Не Божье Слово Ни в коем разе Вот И Слава При Божьих чудесах Она вся Богу Воздаётся А при таких Сомнительных Ложных чудесах Она достается Всяким предметам Умершим людям Ангелам Кому угодно Но только не Богу Помните когда Иоанну опять-таки Явился Ангел И Иоанн Хотел поклониться Ангелу И ангел Его Божий Нормальный Остановил От этого Если бы это был бы Падший ангел Конечно Который пришёл бы В виде ангела света Он сказал бы О конечно Наконец-то Поклоняйся Поклоняйся Молодец Молодец Иоанн Вот значит Как говорится Седина в бороду Бес в ребро тебе Но это было не так Слава Богу Библия говорит Это был нормальный Божий ангел У которого всё нормально С Богом Который Понимаете ли Почёл подобное действие Иоанна Безрассудным И он остановил старика И сказал Нет-нет-нет Не мне Богу поклонись Пожалуйста Не мне И это падение Иоанна Описано Не для того Чтобы мы осуждали Нашего брата И говорили Вот мол Старик всю жизнь Был с Господом И на старости лет Вот Идолопоклонство На старости лет Ангелу поклонился Вот Нет Не для позора Иоанна Это написано А для нашего назидания Чтобы мы Были внимательны К своему христианству Даже если всю жизнь Ты пропахал На огороде Царства Божьего Даже если ты всю жизнь Был апостолом великим Воскрешал мёртвых Исцелял больных Проповедовал Евангелие Написал Евангелие Там значит Послание Люди читают Перечитывают Переписывают И плачут И вдохновляются Духом Святым Даже в таком состоянии Как Иоанн был Уже столетином старец Значит там На Патмосе Это не Не есть страховка От падения Бойся Чтобы не упасть Если стоишь Бойся чтобы не упасть И Иоанн Описывает Это сам Честно Он не стал Это утаивать Слава Богу Бог вдохновил его Написать об этом Своём падении Чтобы нам была Наука Назидание А потом он описывает И второй случай Уже Второй случай Тоже ангел является И он поклоняется Но уже как бы Богу Через ангела К Богу поклоняется Там значит По оригинальному тексту Греческому Там имеется ввиду Не самому ангелу поклонение А просто поклонение Как таковое То есть получается В контексте Через посредство ангела К Богу поклоняется Через Как бы образ На первый образ Тем более ангел Говорил слова Божьи Но знаете ли Ангел Божий И подобное поклонение Остановил И Иоанн описал Этот свой позор Не для того Чтобы мы осуждали Опять таки Старика Не для того Чтобы мы над нашим Братом говорили Вот так и так Старик попал В прелесть Духовную На старости лет А чтобы Для того Чтобы мы Имели назидание Сегодня Читая Перечитывая это Как и прочее писание Ветхого или Нового Завета Где описывается очень часто Порой падение праведников Не для того Чтобы мы осуждали У нас единый судья А мы лишь свидетели Пусть Бог благоставит вас Дамы и господа Братья и сестры Благоставляю вас В конце этой второй части Да благоставит тебя Господь И сохранит тебя Да призрит на тебя Господь Светлым лицом своим И помилует тебя Да обратит Господь Лицо свое на тебя И даст тебе мир Во имя Иисуса Христа Аминь С миром Божьим Аллилуйя Аллилуйя